колокольчик пирамидальный микс великолепный гигантский колокольчик растение высотой до 1,7 метра это такое колокольное дерево посмотрите я сейчас высыплю семена колокольчика пирамидального вот они тоже достаточно мелкие я их посею сейчас на вторую половинку сейчас я приближу поближе чтобы вы увидели как я посеяла семена и присыплю их небольшим слоем земли сейчас я полью несмотря на то что они очень мелкие очень тонкие я все-таки присыплю их совсем небольшим слоем земли чтобы они не лежали сверху когда они зайдут я немножко присыплю их песочком все я думаю что этого будет достаточно еще раз полью на одной половинке я посеяла колокольчик чашка с блюдцем а на другой половинке колокольчик пирамидальный посмотрите как зашел колокольчик вот так выглядят сходы колокольчиков что побольше двухлетний а что поменьше это колокольчик пирамидальный и даже когда они немножко подросли вы посмотрите колокольчик двухлетний чашка с блюдцем уже готов к пикировке я сейчас его распикирую вот в эти кассеты а вот этот маленький колокольчик вот он какой еще он настолько мал что мне придется его пикировать по два по три по четыре но уже в ячейке в кассеты побольше размером я не буду вас утомлять с очень длительным процессом пикировки поверьте мне такие маленькие очень растения сажать сложно вот я их сажаю по два по три в каждое кругленькое гнездышко половина этой кассеты займет колокольчик пирамидальный а другую колокольчиком скучина очень очень аккуратно очень малым количеством воды польем пожалуй это была самая тяжелая пикировка или я его научила или он меня научил все хорошо когда хорошо кончается главное чтобы выросли цветы а вырастут или нет посмотрим сегодня 28 марта вот так на сегодняшний день выглядит колокольчик посмотрите их по несколько штук в одной ячейке по три по два но они уже выросли вот это колокольчик скученный вот это колокольчик пирамидальный чувствует себя рассада прекрасно растет замечательно света ей хватает она не тянется листочки крупные будем ждать будем ждать потепление будем проводить еще одну пикировку потому что три кустика мгновенно завоюют всю территорию и начнут расти сегодня 1 апреля посмотрите как выглядит колокольчик а тонкие волоски уже теперь не смотрятся тонкими волосками они уже маленькие кустики но все таки растут очень густо в одной кассете находится два вида колокольчиков сейчас я попробую рассадить и сделать каждому из них отдельный домик и всю кассету одну занять колокольчиком пирамидальным а другую колокольчиком скученным делать это уже гораздо легче чем пикировать миниатюрное маленькое растение конечно же колокольчик когда каждый будет расти в своем отдельном домике ему будет там очень вольготно он конечно же моментально начнет быстро расти вот кустик уже хорошо виден он уже оплетен корнем земля достаточно влажная форму сохраняет поэтому я не буду мочить все хорошо получается я сейчас вот так вот посажу вот так вот кажется долгая кропотливая работа заканчивается не так уж и долго не забываем обильно пролить его и поставить на солнечное место чтобы он не вытянулся он очень быстро примется акклиматизируется адаптируется пойдет в рост я еще раз хочу сказать даже маленькая щепотка семян дает очень много растений мне конечно же на моем маленькой грядочке на моем небольшой клумбе совсем не нужно столько скучного колокольчика а еще и многолетнего колокольчика сколько много а еще и карпатского колокольчика а еще и двухлетнего колокольчика и поэтому когда вы сажаете и думаете нужно ли вам столько растений если вы их не продаете. Целая кассета колокольчика персиколистного, целая кассета колокольчика пирамидального и целая кассета колокольчика скученного. Сегодня 2 мая. Погода очень теплая, хорошая. Впереди обещают 4 дождливых дня. Поэтому очень нужно успеть посадить все под дождь. Иначе после этого наступят знойные летние жаркие дни. Я сейчас посмотрю, какие корешки и колокольчик. Если они хорошие, то начну высаживать и вырвать. Посмотрите, какая корневая система. Вполне возможно его пересадить в открытый грунт. Под дождь, в хорошую, не жаркую погоду. Он хорошо примется, адаптируется и пойдет в рост. Сажать одной рукой и снимать сложно. Поэтому я думаю, что посадка не вызовет никаких трудностей. Даже у самых начинающих садоводов. Поэтому делаю лунки, высаживаю, поливаю, мульчирую. А вам показываю конечный результат. Не знаю, насколько ему понравится это место. Но определила я его сюда. Пусть подрастет. Посмотрим, как цветет. Сколько высоту. Не перепутала ли я его с каким-нибудь другим видом колокольчиков. Все лето колокольчик наращивал вот эту вот листовую массу. И вырос вот такой большой розеткой. Такой он уходит в зиму. Посмотрите, я его немного прикрывала хвоей от сосны. Но, по-моему, она ему совсем и не понадобилась. Он перезимовал отлично. Выглядит чудесно. Посмотрим, какое будет цветение. Сегодня 3 марта. Вот такой колокольчик. Таким он выглядит весной. Казалось бы, для него не было никакой зимы. В середине апреля выглядит вот так. Некоторые его створики поднялись очень высоко. Вероятно, здесь скоро появятся цветоносы, которых пока еще не видно. Сегодня 8 мая. Колокольчик уже стал большим кустом. Но бутонов пока еще не видно. А этот колокольчик просто огромный вырос. Но тоже пока еще не видно никаких бутонов. Сегодня 8 мая. Сегодня 10 июля. Вот колокольчик пирамидальный набирает сейчас цвет. Некоторые его бутончики раскрываются. Высота его метр двадцать. Хотя вот в персике вырос один экземпляр, который уже сейчас 2 метра. Он еще не зацвел. Другие стоят тоже такие же. Еще не зацвели. Место я им выбрала, конечно, неудачное. После первого цветения, каким бы оно ни было, я его осенью высажу на улицу, на яркое солнце, где более свободное место к забору. Потому что, я так понимаю, это будут действительно колокольные деревья. Распустились всего несколько цветочков. Бутонов у него очень большое количество. Причем вот стволиков у этого цветка 5-6. Не считая многих маленьких. И все они с бутонами. Все они зацветают. Цвет нежно-голубой с белой серединкой. Как жаль, что на время цветения колокольчика, на июль, мы уезжаем на море в отпуск. И пышного, обильного цветения колокольчика не увидим. Когда мы приедем, к августу все уже отцветет. Поэтому я спешу снять то, что еще можно снять. Когда я приеду и увижу, что все отцвело, я, конечно же, его срежу. В надежде на то, что на будущий год уж я точно не проморгаю. А вдруг после срезки какие-то побеги боковые пойдут. Вот этот толстый столбик даст боковые побеги. И они зацветут. Посмотрим. Ну вот мы и дождались цветения колокольного дерева. Цветов очень много. И высота достаточно большая. На следующий год на солнечном просторе, на большом месте. Я думаю, он покажет всю свою красоту. В сентябре колокольные деревца выглядят вот так. Маленькие, но все абсолютно в цвету. Совсем не ожидала в сентябре вот такое цветение колокольчика. Посмотрите, как цветет колокольчик в конце октября. Сейчас вы посмотрите и скажете. Ну, Людмила, совсем с ума сошла. Какой колокольчик у тебя цветет в конце октября? Ну, быть же такого не может. Может. Этот колокольчик называется колокольчик пирамидальный. Цвел он большим деревом высотой метр пятьдесят, метр семьдесят сантиметров. Но было это, когда я была на море. А когда я приехала, он уже отцвел. И я отрезала все это дерево колокольное. А вот к осени этот столбик, который остался, дал такую поросль. И вот так вот пышно зацвел. Это не единственный куст. У меня их кустов двадцать. И все понемножку цветут. Но вот этот самый пышный, самый красивый. Постараюсь на следующий год не проморгать цветение и показать вам. Субтитры сделал DimaTorzok